Мои велосипеды. Какие велосипеды выбрал для себя и почему? Я очень часто стараюсь помочь вам подобрать подходящий снаряд под ваши задачи. Стараюсь сделать это максимально беспристрастно и объективно. Но сегодня речь пойдет о том, что я выбрал для себя и будет субъектив в чистом виде. Что, зачем, для чего и почему. Присаживайтесь поудобнее, должно быть интересно. Не так давно прилетел комментарий, ЖК, а какие велосипеды у тебя? И я подумал, действительно, почему бы и не рассказать. Также есть некоторая путаница. Люди, которые не следят за каналом регулярно, иногда спрашивают, а как там себя трибан чувствуют, как себя серым чувствуют и всякое подобное. Расскажу я об этом. Да и некоторые путаницы добавляют тот факт, что я снимаю обзоры на велосипеды. И не всегда ясно, это обзор на мой велосипед или просто обзор. Ну и в завершении вводной части напоминаю, что в закрепленном комментарии есть ссылочки на ВК и Телеграм. Там вас ждет больше велосипедного и туристического контента. А также мы сможем оставаться на связи, если вдруг в один момент вы не сможете зайти на YouTube. Хотя нет, еще один небольшой момент в выведении. Почему я вообще иногда занимаюсь сменой велосипедов, так или иначе дублирующих друг друга? Все довольно просто. Во-первых, мне это интересно. Интересно пробовать новое, интересно пробовать разное. Во-вторых, тот факт, что я веду публичную деятельность, также обязывает меня изучать разные велосипеды, следить за новинками и заниматься некоторой велосипедной ротацией. Ведь одно дело разбираться во всем только в теории, совсем другое дело иметь определенный практический опыт. В теории я бы мог закрыться в мире, где существует только один тип велосипедов. Я думаю, что вы много таких людей знаете, которые пропагандируют, что есть только их мнение и неправильно. Допустим, только двух подвесов, все остальное плохо, неправильно, неважно. Или там только фэтбайки, только гравильники. Не так важно в частности людей, которые исповедуют, что есть только их правильный тип велосипеда, а все остальное плохо и не должно вообще существовать. Их достаточно много. Но если бы я заперся в каком-то таком одном мире, я думаю, что это было бы неинтересно. Не вам смотреть. А мне также неинтересно так жить просто. Поэтому интересно пробовать всякое разное. Велосипед номер один. Шоссейный велосипед Cannondale Cat Optima 1. Этот велосипед со мной дольше всего на данный момент. И пока похоже, что уходить от меня он не собирается. Какие у него задачи? Что вполне справедливо, этот велосипед для тренировок. Он всю зиму стоит на станке. Иногда я использую его в приветах. Или когда делаю объемные тренировки. Раньше, когда велосипедов было два, Шоссик и Шульц, я также использовал его для езды на повседнев. Но с появлением гравийников, шоссейник стал под эти задачи использоваться реже. Ну и последнее, это разумеется шоссейные гонки. Единственное, где шоссейный велосипед невозможно заменить ничем другим. Шоссейные гонки. В этом году их стало меньше. Сезон выдался больше ориентированным на путешествия. Но я верю, что мы в них еще ворвемся. По конфигурации. Ничего фантастического. Трансмиссия полный сток. Колеса какие-то китайские карбоновые советы. Полтора килограмма веса. Профиль 50. Рули подсидел китайский карбон от УДЖ Евкин. Не самый дешевый вариант из всех доступных. Но у меня и у моего окружения очень много деталей от Евкина. И пока ноль проблем. Предпочитаю, если есть возможность, чуть-чуть доплатить и быть уверенным в качестве. Второй велосипед. Гравийный Outlip Roadway CR-B2. Полный сток, кроме того, что покрышки стоят бескамерно. Об этом велосипеде на самом деле уже вышло аж целых два видео. Был обзор перед сезоном. Было большое видео в середине сезона. Ссылочки оставлю в описании. Это мой первый карбоновый велосипед. В этом году он пришел на смену Outlip Hardway CRM1 2023 года. Это тот желтый стальной гравийник, на котором я отъездил весь прошлый сезон. CRM-ка в прошлом году стала моим первым полноценным гравийником. Подарила исключительно положительный опыт. Но в этом году, как я говорил в самом начале, жажда исследования толкнула меня дальше. Было интересно попробовать, наконец, карбон. Было интересно получить больше опыта на велосипеде с осями. Было интересно пощупать 12-ти скоростные трансмиссии и познакомиться с L2. Но я понимал, что узнал о CRM-ке все, что хотел. Рассказал вам все, что мог. И нужно было отправляться в новое приключение. По этим причинам CRM-ка была заменена на CRB. По итогу, карбоновый Outlip стал самым используемым моим велосипедом. Весь подмосковный туризм он вывез без проблем. В тренировочных выездах я чаще предпочитаю шоссейнику Гревел. В повседневной езде, например, в офис, тоже удобнее на Гревеле. Для меня этот велосипед стал самым универсальным из всего, что есть. Третий мой велосипед – Karatec Vert Pro CRB. В прошлом году мир МТБ открыл для меня Outlip Vector. Скажу честно, мне понравилось. В начале этого сезона, когда я размышлял о замене гравийников CRM на CRB, в далеком будущем уже маячило путешествие в Киргизию. И я задумался о том, что туда, вероятнее всего, поеду на Хартейли с Вилкой. И пришло понимание, что в рамках уже упомянутого расширения опыта хочется понять, почувствую ли я разницу между карбо и алювилосипедами. Также было интересно, как будет ощущаться вилочка выше уровня, и как покажет себя карбон в более сложных условиях. По итогу всех этих размышлений, вектор таки был заменен на верт. Подробнее про развернутый опыт использования верта в сложных условиях я рассказывал в итогах путешествия по Киргизии. Вообще рекомендую вам и само путешествие из Киргизии посмотреть, и его итоги. Там много всего полезного и интересного. На данный момент конфигурация велосипеда следующая. Полный сток, кроме колес. Колеса перед путешествием были заменены на карбоновые Lixons Ali, и покрышки были заменены на Continental Mountain King. Бескамерно. Мне нужна была максимальная надежность в сложной поездке в горы. Четвертый и последний велосипед, который у меня сейчас есть, это мой кастомный Шульц БДК. Наверное, это мой самый известный велосипед, и вы частенько спрашиваете, а где Шульц? В этом году он реально немного выпал из жизни на канале, и даже скажу больше, мой БДК чуть не был продан. Но на данный момент таки остается со мной. Как так произошло? В какой ситуации я пришел примерно к середине этого сезона? Шульц просто стоял. Если я ехал по городу, я брал Грэвел. В туризме подмосковном мне тоже хватало Аутлипа. Шульц был избыточен для таких поездок. Киргизия, казалось бы, вот шанс Шульца, но тут БДКшки было уже мало. Да, я бы скорее всего проехал на нем весь тот маршрут, но сыпухи и камни, сложные спуски, при наличии кросс-кантра и велосипеда, ехать на БДК мне уже не очень хотелось. Все же палка и амортизатор очень и очень сильно помогли мне в том путешествии. Да, оставался еще и зимний туризм, куда на амортизаторе не поедешь, а Грэвел не вывезет. Но все это решается установкой ригидной вилки на МТБшку. Держать ради этого целый велосипед смысла нет. Если же хочется получить иной опыт от зимних поездок, прям вот крутой, дальше нужен уже ФЭД или в крайнем случае Плюсовик покупать. БДК все же зимой едет, но не лучшим образом справляется. И таким образом этот велосипед выпал из моей жизни. Горячо любимый, он просто стоял и не ездил. Оказывался где-то слишком избыточным, а где-то недостаточным. В итоге с большой тоской в сердце я принял решение продать его и выставил на Авито где-то в середине лета. Ведь такой велосипед должен ездить, путешествовать и радоваться жизни. Не просто стоять и пылиться. Но до сентября он так и не ушел, а в конце августа у нас замаячил на горизонте байкпакинг-гонка в Дагестане. И я понял, что вот он, момент для Шульца. Кстати, возможно, в тот момент, когда вы смотрите это видео, мы прямо сейчас находимся на той самой гонке. Готовлю для вас много интересного контента. Собираемся мы ехать эту гонку скорее в туринговом режиме. Нас могут дать температуру около 0 градусов. И МТБшку лишний раз риску подвергать не хочется, потому что как раз в этой поездке она избыточна. Гравинника же на том маршруте будет мало и по трансмиссиям, и по покрышкам. И вот Шульц, который сейчас переехал на Maxis Recon Race по 2.25, со своей трансмиссией 30 спереди, 11.52 сзади, оказался идеальным кандидатом на эту гонку-путешествие. И скажу честно, я очень рад, что, кажется, получится использовать этот велосипед по прямому назначению и дать ему полноценную насыщенную жизнь. Потому что, честно сказать, когда я выставлял его на продажу, мне было немного больно, потому что, ну, очень я его люблю. Мне очень нравится, как он собрался, потому что собирал я его с нуля, там все компоненты так или иначе обдумывались, и я вложил в него частичку своей души. И чувствовал некоторую недосказанность, когда выставлял его на продажу, от того, что как-то полноценно так и не смог его раскрыть. Но, с другой стороны, да, я понимал, что такой велосипед должен ездить, и абсолютно неправильно, что он просто так стоит и пылится. Поэтому я хотел дать ему возможность пожить эту жизнь интересно. Если не со мной, так с кем-нибудь еще. И вернусь обратно к этой недосказанности, когда выставлял Шульцевича на продажу, я понимал, что я так и не смог его раскрыть, потому что моя изначальная сборка, которая собиралась когда-то в 2022 году под Грузию, она была неполноценной. То есть мы собирали из таких теоретических раскладов в наших головах, как должно ехать это в горах. Потом приехали в горы и поняли, что наошибались с покрышками, с трансмиссией. После этого я внес определенные коррективы, и Шульц стал гораздо более боевым, гораздо более подходящим под горы, куда я, собственно, сейчас-то с ним в Дагестан и поеду. Но в горах после вот этой пересборки, после Грузии он так ни разу и не был. Он постоянно ездил где-то вот в Подмосковье, в Ульяновск съездил в путешествия. Но, повторюсь, большинство из того, что ездил Шульц в свое время, я сейчас проезжаю на Гравиннике с 45-ми покрышками. То есть в Грузии я его не смог раскрыть до конца, потому что подобрал не совсем подходящие компоненты, потом подорвал подходящие компоненты, но начал ездить то, где такой уровень зла, в общем-то, и не нужен, и избыточен. И, наконец-то, кажется, все. Повторюсь, наверное, уже второй или третий раз. Сходятся в одной точке, когда и злые компоненты есть, и путешествие, которое подходит под эти компоненты, тоже намечается. Ну что, такое вот небольшое, надеюсь, интересное видео. На этом на сегодня будем заканчивать. Уже по традиции жмякайте лайки, колокольчики, все дела. Подписывайтесь на канал. Если вдруг какие-то вопросы по теме остались, обязательно задавайте их в комментариях. С удовольствием отвечаю на все ваши вопросы. Также, на всякий случай, еще раз напоминаю, что в закрепленном комментарии есть ссылочки на ВК и Телеграм. Не забывайте туда заходить и подписываться. Все. Хороших вам путешествий, хороших вам поездок. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok